Вестник Кавказ Вестник Кавказ Вестник Кавказ Что такое Тбилиси сегодня Итак, Новый год по-грузински Ну понятно, что еще не прошло у нас У самих После новогоднего ощущения Судя по всему, у тебя тоже они затянулись Ну и все-таки, как это встречать Новый год в Тбилиси? Это что-то вообще-то Нереальное было С одной стороны, окунулся в Советский Союз Дружба народов такая Я вообще не ожидал, потому что я в Грузии был второй раз И буквально когда праздник при Османе был, это, конечно, меня что-то удивило, поразило еще тогда. Потому что я ехал вообще в состоянии непонятном, как к русским, к России относятся, вообще было непонятно. А вот когда приехал, одни восторги, конечно. Очень тяжело общаться, в каком плане? Очень люди эмоциональны, и невозможно не общаться неискренне, то есть надо всегда общаться, отдавать себя полностью людям. Эти эмоции, они вообще через край просто льются. И застолья, и, естественно, потрясающие напитки, от вина до чачи. И огромные столы, которые ломятся от еды. Все явства. И самое интересное, все так искренне, все открыто. Естественно, естся все хорошо, потому что любой продукт, он готовится от души. То есть нельзя сказать, что отношение грузинской интеллигенции к России, оно сугубо отрицательное. Абсолютно нет. Русский язык все так же. Все так же, да, все так же. И все те же. И все те же, и с удовольствием. Единственное, я могу сказать, конечно, им безумно нравится, потому что я стал балакать даже на грузинском. Это знак уважения. Ну, скажи какую-нибудь фразу по-грузински. Это Моржоба. Понятно. Это я могу. Потом я знаю Гогона Ламезе, красивая девушка. То есть набором ключевых фраз для пребывания в Грузии ты, в общем, в целом овладел. Ну, что, хочется пожелать, чтобы знакомство с Грузией перешло в нечто большее. Наверное, может быть, назвать искреннюю любовь и привязанность к грузинской культуре. Интерес, кстати, было до этого, как я понимаю. Да, да, да. Я, честно скажу, Грузия тоже принимает, когда ее искренне любят. То есть это взаимный процесс, да? Взаимный, обязательно взаимный. Иначе никак. Рационально, наверное, в таком случае вообще трудно понимать. Это невозможно. Грузины люди очень тонкие. У них интуиция очень развита. Поэтому их не обманешь. Не обманешь. Поэтому лучше не обманывайся. Ну, и вернемся все-таки к проблемам грузинского искусства, живописи. Ну, так сказать, одно из направлений твоей деятельности, это, как я понимаю, работа с предметами искусства, живописи. Ну, с точки зрения их выхода на рынок. Перасмани, это, безусловно, та фигура, которая наиболее широко известна даже тем людям, которые вообще искусством особо не интересуются. Поэтому сразу вопрос. Вообще, насколько фигура Перасмани сейчас актуальна для мировых рынков живописи? И есть ли у картин Перасмани какие-то особенности с точки зрения их позиционирования как коммерческого продукта? Ну, Перасмани гениальный художник. И, к сожалению, на рынке очень много появилось фальшивых вещей. Но они появились еще раньше. То есть, в том, что в Тбилиси мне рассказывали, что его приятель Заданевич, он писал в его манере, а все это выдавалось потом, естественно, за самого Перасмани. Хотя он неплохой художник сам по себе. Но, понимаешь, я видел Перасмани в Грузии и настоящие работы, естественно, подлинники и много фальшиков. И я помню, чем отличаются, энергетикой. Энергетика абсолютно другая. Это человек, который... Вообще, художник, он должен выстрадать, все так пережить. И после этого, потом все это... Насколько он используется спросом Перасмани на российском и мировом рынке? Ну, он пользуется огромным спросом, на самом деле. Потому что, я вообще считаю, у него большой потенциал. Огромный потенциал. И он еще недооценен на рынке. Но то, что он гениальный, не хуже того же Руссо, это однозначно. Может, даже лучше. Какое вообще... Если каталоги Перасмани, какое количество картин примерно, можно говорить, что оно вот в этом обороте находится? В обороте? Да нет, в обороте, на самом деле, очень мало работ. То, что находится в каталогах, как правило, находится в семьях. И люди не продают. Это вообще национальное... То есть, в частных коллекциях, которые... Да, это национальное достояние. Поэтому, собственно, и грузины очень берегут своего художника. В советское время считал, что в Грузии едва ли не наибольшее количество надушных сиреней коллекционеров. То есть, тех людей, которые собирают картины. Сейчас эта тенденция сохранилась? Или уже такого большого интереса к живописи, ну, как бы, мы не находим? Ну, к сожалению, это уже сильно изменилось. То есть, с ситуацией рынка, экономики, конечно, говорить о Грузии советской сейчас очень сложно. Приоритеты у людей меняются. Спрос на перосмане, как я понимаю, огромный. Огромный спрос. Естественно, из-за того, что очень много фальшивых вещей просто натащили в свое время. Очень много. Его очень просто поподделать, на самом деле. Отличить очень тяжело. Это связано с историей создания картин, в том числе, да? Да, конечно. И поэтому рекомендую, если приобретать только исключительно вещи каталожные, исключительно. Потому что все, что там остальное приобрелось, истории придумывают. Нет. Очень, очень сложно. Этого художника надо показывать для всего мира. То есть, немножко получается, что локальный характер, да, идет такая, так сказать, подача его. Но, может быть, через Россию это, кстати, сделать было бы и проще. Я уверен. Я уверен. И вообще, это было бы здорово. Показать огромный, то есть, всего его в Москве, в том же Пушкинском музее. Или в Третьяковской галерее, в Русском музее. То есть, показать людям, что многие не представляют. И многие из-за того, что, опять-таки, много фальшивых вещей, уже к нему отношение такое, какое-то непонятное. Вообще, как я понимаю, проблема, как раз перейдем к третьей части нашего разговора, проблема фальшивок очень сильно бьет по рынку. Да. Насколько она сейчас влияет на состояние рынка живописи? Ну, вообще-то фальшивки всегда были. И тут что говорить. Но, судя по интернету, в последнее время он принял какой-то катастрофический характер просто. Это с чем связано? Или это просто намеренный какой-то вброс информации? Я думаю, намеренный. У меня такое... Чтобы сбить... Чтобы сбить вообще отношение к старой живописи и покупать новых художников. Покупать новых художников. Да, хорошо. И все скандалы, которые связаны с этим, это все везде раздувается. В прессе, на телевидении. Как раз связано с фальшивками 19 века. Много скандалов. Ну, сам знаешь, помнишь. Ну, я не против современных художников. Я их филопожаю, люблю их, тоже надо раскручивать. Ну, надо как-то жить вместе. Рынок живописи подвержен каким-то определенным законам. Он формируется стихийно, или можно, как специалисту, четко проследить какие-то тенденции, за счет чего ты в своей деятельности предугадываешь. Этот идет вверх, этот идет вниз. Ну, я же такое выражение. Ну, с помощью удержать надо. Конечно, надо постоянно следить за рынком. Постоянно видеть то, что происходит на рынке. Какие картины, то есть, какой стиль пользуется больше успехом. Сейчас какой? Сейчас 20 век. Начало 20-го. Это долгосрочный тренд, или, скажем, мы уже, так сказать, на излете этот тренд? Я считаю, долгосрочный. Так же, как и советское искусство, то же самое. Оно будет в цене только расти. Во-первых, хотел бы поблагодарить за очень интересный разговор. Спасибо. Ну, и, во-вторых, я думаю, что Вестник Кавказа в ближайшее время планирует развивать эту тему, не останавливаться на достигнутом, потому что основа нашего взаимодействия с нашими партнерами на Южном Кавказе это, прежде всего, искусство, спорт, молодежные коммуникации. То есть, то, что у нас, в конечном счете, объявляет. Я очень и очень благодарен. Спасибо. 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 Спасибо.